Сегодня мы празднуем Великомученицу Варвару. Вот, пожалуйста, вам. Наверное, отец любил ее по-своему, но человеческая любовь, она непостоянная. Поэтому, когда у нас происходит таинство венчания, вся церковь молится, чтобы победила любовь, потому что по-человечески, по-земному, ну, я любить никого не могу. Эгоист не может любить другого человека, отказавшись от своих каких-то привилегий, своих прав. Нужно от этого отказаться, и тогда я живу ради своих ближних. Я живу, мне хочется идти туда, но моя жена будет недовольна, и она расстроится. Я не пойду туда. Мне хочется сейчас пригласить полный дом гостей и пир устроить, но мои ближние будут недовольны. Я говорю, нет, Господи, я буду смиряться, потому что я люблю, я хочу научиться любить по-настоящему, а не так, любить то, что мне нравится и что мне хочется. Это не любовь. Поэтому, видите, вот этот человек в безумии, как быстро любовь отеческая становится яростью, и бес уже руководит этим отцом, который мучает и издевается над своей родной дочерью. Понимаете? Я всегда путаю, ну так немножко, что с Екатериной Великомущицей, так там голову отрубил отец. Понимаете? Вот и все. Вот и вся любовь. Хотя все они как бы любили. Мы тоже иногда любим, но в то же время и калечим своих близких. Такая любовь, знаете, очень, очень сомнительная. Сегодня у нас десять прокаженных. Они страдали, мучились, страшной болезнью. Понимаете? И Христос их исцелил. Но только одному из них, который возвратился поблагодарить, он сказал, иди, вера твоя спасла тебя. Значит, исцеление даже от этой страшной болезни, это не есть спасение. Как мы часто к Богу обращаемся. Исцели, поправь мое здоровье, помоги. И кажется, помощи нет. И вроде наши молитвы не услышаны, но мы не понимаем цель Христа. Его цель совсем другая. Чтобы мы смирились, чтобы мы укрепились, чтобы мы с вами победили свое плоти кровь. И Дух Христов жил в нас вечно. Поэтому, конечно же, прокаженные-то мы все с вами. У нас нет этой болезни проказы. Она уже, как бы сказать, наверное, уже ее мало где встретишь. Может, в Африке где-то или в Азии. Но, тем не менее, прокаженные наши души. Они смердят иногда. Понимаете? И вот мы приходим ко Христу, чтобы Христос нас исцелил. И Он говорит, прощается тебе грехи твои. Мы привыкли к этим словам. А как сделать, чтобы у нас другое было отношение к этим словам? А как сделать, если бы сейчас вот тот же отец Андрей сказал одному, второму, третьему. Так, год не причащаешься. Сто поклонов каждый день. Строгий пост. Ты согрешил. Чтобы мы сразу написали в епархию. А может быть, нам это надо? Может, мы привыкли уже ко всему, как святыни, да? Прибегаем, уже служба почти прошла. Но я к чаше, я же вперед. Я же причастник. Я понимаю всех. Я тоже не могу без причастия жить. Мне нужно причастие. Но я вижу, как уходит страх. А вдруг я умру, подойдя к чаше. А вдруг я сгорю из-за своего греха. Наверное, такие мысли иногда уходят из нашего понимания. Поэтому, конечно же, мы пересматриваем свою жизнь. Мы понимаем, что то, что раньше мы видели, как мы раньше видели свою жизнь, сейчас уже это не подходит. Надо по-другому смотреть, глубже смотреть, понимаете? Надо включать уже вечность в нашу жизнь. Надо не только смотреть на временные какие-то привилегии, а смотреть гораздо глубже. И поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь сказал нам, и мы услышали. Иди, вера твоя спасла тебя. Только веруй, и спасенна будет твоя бессмертная душа. У нас святителя Николая, нашего главного спонсора монастырского, праздник во вторник. Поэтому завтра всеночное день. Будем молиться этому великому угоднику Божию. Конечно же, мы молимся Варваре. Ей молятся сугубо, чтобы, наверное, каждый мечтает, отходя из этой временной жизни, принять святые тайны. Вот как раз ей молятся, чтобы мы не просто... Знаете, некоторые говорят, и даже люди, которые вроде как бы считают себя верующим, говорят, ой, как хорошо бы умереть сразу. Ничего, вот так идешь, он умер, и все. А святой говорит, нет, это плохо. Надо помучиться, пострадать, высохнуть, чтобы душа подготовилась, чтобы все телесное, все временное оставило, смириться. Понимаете, как по-разному воспринимается смерть, да, и болезнь. То же самое, понимаете, Господь посетил. Как-то я недавно плохо себя чувствовал. Понимаете? И это был лучший момент. Потому что я еле-еле держался. Понимаете, это было по-настоящему. А сейчас я немножко лучше сейчас почувствовался. Причастился, так понимаете. Опасно, честно говорю, опасно. Смотри, некоторые все время тренируются. Это хорошо. Зарядка, тело, бассейн. Я тоже хожу в бассейн. Но, может быть, тело здоровое, а дух мертвый. Поэтому хорошо и то, и другое. Хорошо, понимаете, не надо крайности. Мы готовимся к Новому году. И мы хотим ночью, как всегда, собраться, поблагодарить и попросить благословения на следующий год. И принять причастие, как начало того Нового года, трапеза, понимаете. Мне кажется, очень важный этот момент. И так чувствуется в храме, когда в эту ночь новогоднюю, оно чувствуется, понимаете, такое какое-то, ну, такая необыкновенная атмосфера, мне кажется, да. А еще у нас будет 1 сентября, 1 сентября, 1 января голубой огонек. Понимаете, мы хотим, как по-старому, когда было давно-давно, понимаете. Так что, приходите, там у нас будет, там будет интересно, наверное, не знаю, посмотрим, но, понимаете, как-то хочется людям немножко подарить радости. Потому что, а? А, выставка радости. Ну, выставка радости вы уже почитали, там шарик есть, там все написано. А про огонек я вам скажу по секрету, поэтому, да. Ну, и даже там, наверное, я пробивал, пробивал, чтобы людей было по бокалу шампанского, чтобы они как-то так, ну, как положено, понимаете, на голубом огоньке. Ну, не знаю, получится у нас нет, но мне бы хотелось, чтобы это была традиция. Получится это или нет, я не знаю, но попытаемся, понимаете. Попытаемся сделать так, чтобы было красиво. В эту, в эту субботу, вот видите, я ничего не в курсе, в Бунайце у нас будет соборование. Так что, у нас люди любят долгие молитвы в раме, соборные молитвы. И это, конечно, хорошо. Это тоже праздник, праздник души. Поэтому, всех вас поздравляю с воскресным днем. Желаю не ослабеть во второй половине поста, которая началась. Вообще, вам скажу, что скоро, через несколько дней, день будет прибавляться. И это для меня очень важно, понимаете. Потому что сейчас как-то очень трудно. Темно, темно. А представляете, как на севере, где вообще целые сутки темнота. Как люди там живут? Как-то живут, понимаете, еще. Это не представляю. Психологически это очень трудно. Спаси вас, Господи, за вашу любовь, за ваши молитвы, за ваши добрые сердца, глаза. Ну, надеемся, что мы то, что нужно исправить, исправимся, чтобы подойти к великому празднику Рождества Христового, способными вместить в себя эту красоту, эту любовь, которую Господь исцеляет наши души. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.